мы продолжаем родить и руб под названием тэс обливен так как вы короче помните короче что сделал во первых я все разложил по полочкам у себя я не знаю какого черта мой вес сейчас составляет 125 если посмотрите у меня ничего такого нету что так может весить мне короче и запасные мечи есть если что на всякий случай ну типа а стрелы 36 весит 36 тогда дам я что-то думал что стрелы ничего не весят так ладненько мы с вами как вы помните отправляемся дальше в путешествие в тенистую ручу в прошлой серии мы с вами побывали вот в данной пещере в покинутой шахте не в пещере в шахте но там нас много чего ожидала а именно из много что нас ожидал это скелеты я прокачался не знаю насколько я себе ухудшил игру так кладбище не знаю стоит сюда вообще входить не стоит ну давайте ладно просто кладбище по факту я могу просто побегать пособирать хотя бы растение для крафта сайт для моды на игру в принципе пока что еще нет потому что я пока что не вижу смысла о какая-то ровная слишком поляна о зверьё пошло почему я эти растения не могу собрать я не знаю насколько я тенистая роща так я видел тут о задании обновленной я в тенистой рощи надо поискать тут корни нервно ну вот я нашел уже ха а что то что ты ты наверно а я смотрю она довольно живучая очень живучи худой себе невероятно сильно улучшил игру так подожди а ты прокачиваешь мне этот атлетико или стоили это не атлетико и атлетико ну типа я плаваю но в тот же момент я не плаваю так подожди как я понял здесь должен быть вход в пещеру что-то как-то атлетик очень медленно пополняется так окей вот пещера или это не пещера тенистая роща а походу это просто место так названо ну просто выглядит как пещера ты-то плес просто сделали как в тессе так ну я в принципе пособирал почему задание больше не обновляется но я нашел корнир на я думаю может наверхушке еще что-то есть я нашел страну может я просто слепой это камень может это под водой нету ну получается все да может мне подождать ладно попытаемся сейчас подняться наверх ну тут было три корня нервная я их нашел все почему задание не обновляется так ладно поломча расскажите таинственном пророки который прояву так око сквернил часа дебилы ван вели необходимо выяснить знает ли он кто и почему атаковал часовню так не передали записку а человек по имени амбайка его интересует то аллея статуя найдена затем так про то мною мне нужно встретиться с ними узнать чего он хочет так а есть какие то хотела давайте сразу по задаю задание чтоб у меня не накапливались вот то как обычно купятся у меня десятки их и все да и на самом деле я думал тут замок какой то есть а еще кто-то явился послушать разглагольствование сумасшедшего это только начало уморил вернулся как предсказал на смертном адре пеленал вайдстрейн уморил кто это уморил неоперенный король маг айлейдов правивший этой землей за долгие века до становления человечества он был низвержен пеленалом вайдстрейком но дух уморила выжил и теперь вернулся отомстить богам кто такой пеленин вайдстрейк неужели никто не помнит легенд древности святой пеленал легендарный божественный крестоносец соратник алесии в период когда ею свергнуто было правление айлейдов три тысячи лет назад пеленал с помощью богов бился с айлейдским королем магом уморилом и сразил его но дух уморила выжил и теперь он вернулся так просто скажи кто напал на часовню неужели ты не понимаешь ничего кровь говорит я могу прочесть древние руны если ты не можешь ас ойобала уморилей элна даракувар на языке айлейдов вечной властью уморила боги смертных должны быть низвергнуты проклятие на древних врагов уморила и угроза так как они может остановить уморила увы уморила не остановить без помощи богов без реликвий крестоносца без защитника боги не смогут действовать но кто среди нас достоин обладать вооружением святого крестоносца я найду реликвий отправишься ли ты на поиски святых доспехов пеленала вайтстрейка легендарных реликвий веками разыскиваемых могучими воинами ты достойный рыцарь да я достойный рыцарь нет я не ищу славы возможно да а возможно и нет качества ценимые людьми не всегда совпадают с теми что ищут боги выбирая своего воина как я могу найти реликвий боги даруют прорицательность тем кого считают достойными почему и как они действуют не предскажет никто я могу лишь сказать вам что традиционно рыцари желающие отыскать реликвий должны пройти путем паломника посети дорожное святилище девяти богов молись каждому и проси их покровительства в своей миссии если боги будут благосклонны тебе будет дан знак отправляйся в путь с благословением девяти религию крестоносца о паломничество традиционное начало святой миссии следуй карте что я дал тебе посети дорожное святилище девяти и молись и жди знамение а оружие и броня опеленала вайт стрейка соратника о лессии о лессии пожалованной ему восемью божествами он пошел один в башню белого золота вызвал короля мага айлейдов на поединок один на один и сразил его увы уморил не был убит а лишь изгнан за пределы мирно и сейчас он вернулся чтобы отмстить богам как было предсказано самим пеленалом на смертном одре только у истинного рыцаря обладающего благими реликвиями святого крестоносца есть шанс сразить уморила но горе там релю реликвии крестоносца были утеряны много веков назад кто теперь сможет преуспеть в поиске реликвий если величайшие рыцари воспетые в легендах потерпели неудачу он был побежден пеленалом крестоносцем но не уничтожен а теперь он вернулся дабы отмстить богам только у истинного рыцаря обладающего реликвиями святого крестоносца есть шанс сразить уморила но все пусть восемь и один направо короче как я понял это у нас главная миссия мы только одно задание выполнили обучение я задание уже с я нашел то что от меня требовалось там больше ничего нету тенистая роща подожди может что-то не дочитал вам плевать потом поищем мне придали записку от чего такая его интересует алейская статуя найдена а затем продано мной мне нужно встретиться с ним узнать чего он хочет да я сейчас сразу поздно миссии которые я могу сдать и потом будем отправляться ладно будем ждать 6 7 8 9 добро пожаловать мой хозяин приказал мне немедленно доложить о твоем приходе пожалуйста иди за мной бля я работаю охранником в особняке умбакана меня зовут уши же пророк слухи короче ящик так слава из забвений среди альгейских руин александр хетрант бля тут много книг ну блин если бы его не было я подожди подожди он меня видит или нет почему глаз показывает что он меня не видит а вот сейчас он меня видит окей странно просто работает глаз бывает то работ вот сейчас он меня допустим не видит смотрите он меня все еще не видит ах ты переломный воришко как ты смеешь воровать у меня ты ты что это такое делаешь ты что это такое делаешь снова говорю как он меня видит если значок не показывает нормально так играм сложность может сложность не уменьшите не знаю перекресть убери свои руки вор да я не вор короче я понял перекресть им не нужным перекресть им не нужно а вот глаз нестандартно показывает потому что понимаете в чем херня в какой-то степени он меня не видит в какой-то степени меня видит сейчас мы подвал исследуем о как то место здоровое так кружка 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 мешочек чернилица одежда отмычка так одежда мне не надо золото ну табак сундук сундук пряжа золото песочные часы буфет одежда 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 мешочек первым не на нет ничего золотая монета о ремонтный вот это если что ремонтный молоток это чтобы чинить мне предметы свои метла да я говорил что не буду воровать но у молоток полезная вещь это типа дверь только с другой стороны да я говорю сразу если игра очень сильно усложниться да это просто выход с другой стороны так выход иланды не знаешь какие полезные здесь книги какие нет вот ладно погнали наверх встретимся с этим челиком охотник за сокровищами так пожалуйста присаживайся о витрина для алейских статуй замечу что один читает и я могу просто открыть и забрать все что здесь есть это челик даже вышел отсюда не не зря прокачана у меня скрытность надо чтобы сделали авто открывание этих дверей сраных люк так ладно давайте сначала посмотрим здесь что у нас здесь а потом пойдем в люк тут просто нужно еще по звуку определить когда ты угадаешь что нужно открыть а когда нет херово короче делаем это тамада книги мы воруем потом мы ну и чисто их для себя воруем поэтому забейте так факел херня кусочек сыра заберем либо надо как-то успевать просто реагировать ой начинается сейчас будет быстрый взяли лечение неплохо ом молоток ремонтный это мне все пригодится подожди так тут чисто ингредиенты ой костюм костюм и смысли Короче, после быстрого спуска будет медленный. Тупые замки. Вот в Скайриме мне нравилось открывание замков. Здесь тупое открывание замков. Тупые замки. Тупые замки. Тупые замки. Тупые замки. Тупые замки. Тупые замки. наверно самая бесячаясь в игре этой замки стоп а это где так миску нахер вкидываем и заметьте когда я поднял сразу все поднялось забираем земляничку земляничку потом будем мастерить с этого я утюг назад я удивлен что-то вообще другое место оказывается так что это подвал заметьте что они не против что я сюда вообще захожу и что-то делаю стоп а ну тогда да правильно это тот же подвал только думал это немножко другое место типа я сразу опущусь подвал так давайте пока я еще не сел на стул мы же мы с вами в 5 и пытаемся Последний король Эльдейдов. Плевать, просто к них возьму. Кексик. И что, всё? Вот это очень сложное, типа, ради вот этого места? Ради кексика? Окей. Давайте сядем, что он мне расскажет. Рад видеть. Ты, наверное, узнаёшь эту статую на моём столе? Нет. Да, именно, она была тобою продана недавно, притом значительно дешевле, чем она стоит. Как тебе, возможно, известно, я в некотором смысле увлекаюсь аэлеицкими древностями и постепенно собрал весьма приличную коллекцию. Недавно у меня возникло желание собрать полный набор этих древних статуй. Я полагаю, их существует всего десять. Ни один лавочник не знает их истинной ценности. Если ты будешь приносить найденные статуи мне лично, я заплачу двойную цену за каждую. Для завершения коллекции мне нужен полный набор из десяти статуй. Когда-то они были частью храма предков в древней столице Айлейдов. Проведя исследования, я узнал, что они были вывезены из храма до его разграбления людьми. Я полагаю, эти статуи были припрятаны в различных поселениях Айлейдов по всему Сиродилу. Однако я не знаю их точного местонахождения. Я тоже. Почему ты спрашиваешь? Тебе удалось найти еще одну статую? Нет, пока нет. Тогда тебе есть чем заняться. А я продолжу поиски в архивах. Быть может, мне удастся выяснить местонахождение этих статуй. Окей. Храм предков, слухи пророк. Тебе он известен как башня белого золота. Это центр древней столицы Айлейдов. Она была варварски разграблена тысячи лет назад. Армией под предводительством Олесии. Имперский город построен на развалинах этого древнего города. Понятно. Ну что еще? Мне надоело болтать с тобой. Здесь я сейчас грохну. Короче, сделаем таким образом. Мы ему поможем найти статую, если он такой дохера разговорчивый. Так, покажи. Какая статуя? Где ты говоришь? Вот на столе у меня. Где на столе? А, вот это. Ну, я могу тебе их помочь найти. Получи за это деньги. Украду их же у тебя же. И все будет окей. Так. Готов хорошо заплатить. Хорошо заплатить мне за Айтские статуи. Мне нужно отправиться в Айтские руины. Искать там, где статуи приносили. Их ему. Он заплатит мне кучу суммы, если я его сумею найти. Все 10 статуи. Так, 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 так. Из книги я узнал, что все необходимы. Ага. Сейчас тогда быстренько перейдем туда, куда мне надо. Главное не забывать, куда приходить. Для сдачи. Так, где-то... Розыск. Серый лис. Разыскательство за воровство присвоено чужого имущества подлоги, карманы и кражи, фальшивомонечество, разбои, сговор с целью совершения преступлений, хищение в основных крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, клевчанские измышления, мошенничество, вероломство и наглость. Описание носит. Серый капюшон, скрывающее лицо. Предложительный мужчина королев... Так. Клавианец. Рос между 5 и 6 фунтов, нормального веса, цвет волос и цвет глаз неизвестны. Если вы обладаете какой-либо информацией, обращайтесь к имперской страже. Серый лис. Но главное вспомнить его шляпа и синяя надпись. Что такое, гражданин? Пока что ничего. Так, а что мне вообще сейчас под предметом? А, место еще есть. Что я могу сделать для тебя? А дать мне все свои камни? Атрилоз очень скрытен. Интересно, чем он вообще занимается? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары? Нет. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Так, заклинание. Повышение выносливости. Так, 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 так. Выносливость. Необходимо навык и лютие уровень. Лук. У вас недостаточно магии. Всегда держи свое магическое снаряжение. Береги себя. Подожди, а что мне нужно сделать? Я задание немножко не понял, походу. Из книги я узнал, что все необходимое для возвращения этому месту было величие, и я могу найти в торговом районе имперского города у Эндрю из Министерства магии. А, магического магазина. Или я должен с собой был поварить? Что? Как все говорят, пойди в Анвилл. Ясно. До свидания. Вот камешки полезные. Здравствуй. Как дела? Что интересного? Ходят слухи, что Нирь Варин покинул Моровинт и отправился с экспедиции на Аковир. С тех пор о нем ничего не слышно. Это неудивительно, учитывая бурное прошлое Моровинга. Нам остается только надеяться, что эти проблемы решатся сами собой. Пока. Так, ладно, пока. Не-не-не-не. Так, по звукам она сюда идет. А это он идет сюда. Так и что мне с ней делать надо? Да, слушаю. Ах. И что? Прощай. Короче, он за мной просто ходит и смотрит. Мистицизм. Ох, привет. Я пришел к ней. Что дальше? И что? Я здесь, а я на месте. Так, по завещанию дальнего родственника я наследовал некую недвижимость. Ага. Я добрался в Скале Мороза. Надо войти в эту загадочную башню. Я нашел запыленную книгу. Нужно прочесть ее, чтобы побольше узнать об этом месте. Из книги я узнал, что все необходимое для возвращения этому месту было в величие. Я могу найти ее в торговом районе имперского города. У... Ауреи из мест... Так. Местичического магазина. Ну, у нее... Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Э-э-э-э... Вон, что она милая. Лаборатория, спальня. То есть, у нее я могу просто купить... Так сказать, вещи, да, которые мне необходимы. Все, тогда... Удачного тебе... Тогда все. Так, говорят, Ауреи хочет, чтобы я никому не мог помочь ей вернуть и украденные у нее деньги. Мне стоит зайти к ней домой и узнать немного... Я получил таинственное послание. В нем говорится, что я получил в наследство доспехи хэллоу подземного логова. Подземное логово, но расположено на юге Ага-Гай. Я отметил его на моей карте. Будет возможно посмотреть мои приобретения. Короче, это еще один дом, который у меня есть. Но я уже живу там. И мне там привычно, потому что там дохерича сундуков. Конечно, неудобно немножко в понимании, где что. Так, что тут еще у меня? О, нихера, тут задание у меня. Для меня дошли сухи. На маленькой усырвенной небольшой бухте появилась странная дверь. Стоит отправиться туда и осмотреть ее. Так, говорят, Арноу Арнию. Бухче, хочешь, чтобы не попал ей вернуть укра... У нее деньги, ладно. Окей. Сейчас погнали, тогда туда, к ней сразу. И тут я понял, что это место... Понимаете, в чем смысл? Мы пришли по заданию, чтобы... Говорят, он урон Айри из бухты. Хочешь, чтобы кто-то... Так, кто-нибудь помог ей вернуть украденную у нее деньги. Мне стоит зайти к ней домой и узнать, не могу ли я помочь. Но херня в том, что это я украл деньги. Я украл все это поселение. Но если не ошибаюсь, там как раз этот... Страшник, да, был? Что ты хочешь? У тебя жерелье красивое. Ты разве не видишь, что я в расстроенных чувствах? Наши дела тебя не касаются. Я не знаю, кто ты. Почему это ты думаешь, что я буду разговаривать с тобой о моем бывшем любовнике? Наши дела тебя... Вы имеете в виду святого отшельника Анвельского? Голос почему меняется у меня? Никто не знает, откуда он пришел, но говорят, он глаголит истину. Я хочу послушать его проповедь. Гильдия бойцов опять набирает рекрутов. Неплохой способ подзаработать, если тебе хватает мужества для такой работы. Окей. Я ничего не могу с собой поделать. Я так завидую удачливым людям. Вот Олаф, например, и его кружка и ложка. Он чудесный. А какой богатый. Хорошо. С катертью дорога. Подожди. Оро Ария. Говорят, Ария из Брума хочет, чтобы кто-нибудь помог ей вернуть украденную у нее деньги. Мне стоит зайти к ней домой и узнать. Не могу ли я помочь? Я зашел к ней. Почему я не могу ей помочь? Ты разве не видишь? Наши дела тебя не касаются. Я не знаю, кто ты. Почему это ты думаешь, что я... Да, слушаю. Восхищение. Откуда это действительно смешно? Я не возражаю. Что-то не верится. Какая чушь. Какая трата времени. Наши дела тебе... Скатерть... Ты разве не... Говори, если есть что. Это очень смешно. Я не возражаю. Что-то не верится. Твоя лесть на меня не действует. Что-то не верится. Не пытайся... Потрясающе. Не могу спорить с этим. Достаточно. Что-то не верится. Не говори, Рунды. Потрясающе. Как это там говорится? Подожди. А подкуп за единицу? Не говори, Рунды. Ох. Победа. Что-то не верится. Ну, я просто красная речь, да? Это... Достаточно. Что-то не говори, Рунды. Окей, давайте я просто буду делать и посмотрим, может, мне повезет. На ее улыбчивость. Окей, я улучшил до сорокан. Могу я что-то сделать? Наши дела. Почему? Да. Мне нормально теперь стало лицо. Смотрите, дело в чем. Я ее сейчас подкупил. Если смотреть по... Подкушу. Рассказывай. 85. Окей, давайте. Мы сделаем вот как. Я думаю, тебе можно доверить. Это... Все. Я не буду ей... Я не собираюсь ей платить за то, чтобы... Услышать, что она хочет. Я буду ей пытаться тогда... Ты разве не ведь... К ней отношения улучшить. Нужно, короче, до 60, чтобы было все окей. Все, походу, мне удалось. Походу... С тобой приятно поговорить. Я думаю, тебе можно доверить эту информацию. Кроме того, если ты поможешь мне вернуть мое золото, ты сможешь забрать часть добычи. Чтобы вы понимали, мне довольно сложно было... Нужно было сделать так, чтобы... Сейчас, давайте примерно скажу. Хорошо. Чем оранжевая шкала больше здесь, да? Вот, допустим, для нее нужно было только для... Шутка и угрозы. Она только вот эта слушала. Чем вот эта больше, тем хуже. То есть, мне нужно было делать та комбинация, чтобы я только выходил в плюс. То есть, чтобы ее настроение было максимально только в этих радиусах. А здесь, чем меньше, тем лучше нужно было забирать. И так, и так дальше. Я знаю. До тебя доходили слухи о Джорундре и о его стычке с городским стражником. Я скажу тебе только, что все было не совсем так. Я готова раскрыть кое-какие детали этого дела, чтобы уговорить тебя помочь мне. Но пока ты не согласишься на мой план, я больше ничего не скажу. Я могу только пообещать, что ты заработаешь на этом кучу денег. Ты в деле или нет? Дело темное, я пас. Ладно. Я же тебе могу перейти. Вот как все было. У нас с Джорундром были непростые отношения. Против моей воли я таскалась за ним по всему Сиродилу, помогая ему совершать мелкие преступления. Я бы не сказала, что мы были разбойниками. Да, мы совершали кражи. Но мы никогда не брали помногу. Только чтобы не умереть с голодом. А на шеем? Так было вплоть до прошлого года. Джорундр начал рисковать. Стал совершать все более дерзкие грабежи. Он уже не ограничивался одинокими торговцами. Я говорю о более крупных делах. Поместье, сборщике налогов. Я умоляла его остановиться. Я знала, что эта дорожка однажды приведет его к насилию. Он угрожал избить меня, если я буду мешать ему. Уверена, жажда золота так изменила его. Семь лет назад, когда я его встретила, он был совсем другим. Несколько раз, когда я пыталась что-то сказать ему, он бил меня или просто отталкивал. Я стала бояться его. А какое это иметь отношение ко мне? Мы узнали, что в имперский город должны быть доставлены собранные налоги. Мы захватили груз, но во время всего этого хаоса Джорундр убил стражника. Я была в ужасе. Вместе с захваченным золотом мы скрылись в горах. Он сказал, что если я скажу хоть слово об этом убийстве, он убьет и меня. Я уже панически боялась его. Два дня спустя стражники Брумы обнаружили наш временный лагерь. В то время я отлучилась за едой, а Джорундра схватили. Так ему и надо. Когда я вернулась в наш лагерь, золота там не было. Он перепрятал его. Я предлагаю тебе отправиться в темницу замка и поговорить с ним. Убеди Джорундра рассказать, где находится это золото, и тогда мы поделим его. Окей. Ну, как говорится в натуре, две стороны монеты. Он так просто тебе все не выложит. Так что будь изобретательнее. Я буду очень изобретательный. Ладно. Мне же куда-то здесь, да, нужно. Давайте сразу сейчас уже сделаем это. С ним по... С Джорджем этим поговорим. Джорджи. Салют. Салом. Как же их тут много. А ведь я тоже был в этой темнице. Приветствую, милорд. Добрый день. Я Толго. Герольд графини Нарины Карвейн. Графини Ведет прием каждый день с восьми утра до шести вечера. Если ты хочешь получить аудиенцию у нее, пожалуйста, приходи в эти часы. Ты также можешь подождать ее в большом зале. Окей. Только вот сейчас думаю, я хоть в правильное место пришел. Изделие теплоизоляции. Рада видеть тебя. Ладно, плевать. Два зелья каких-то забрал. Слушайте, тут есть довольно прикольные катаны. Как я посмотрю. Разбитый. Ладно. Шесть урона. Шесть урона. Шесть урона. Да, могу помочь. Приветствую, милорд. Привет. Так, витрина. Ну слушайте, мечи очень хорошие, вам скажу. Я даже не жалею то, что я открыл. Блин, вот здесь... Заметьте, что я просто открываю, то есть я не краду ничего. Ух ты шею. Так, ладно, где... Блин, мне бы сделать так, чтобы он оттуда немножко ушел. Серебряный длинный меч. Очень неплохо. Теперь у меня оружие по шесть. Ну блин, весит, конечно, все до хера. Подожди, этот вручный? Одноручный, одноручный. Идеально. Идеально. Катану, я думаю, я потом использовать буду. Так, нужно, короче, как-то сделать. О! О! Тут просто королева сидит, поэтому я лучше так стырю все. Пока никто не видит. Так, чувачок. Мне бы понять, куда мне идти. Как я понимаю, сюда. Я жду, когда, короче, очень быстро упадет, а потом открыть. Я не знаю, кто ты, и не хочу знать. Знаю только, что я не хочу тебя видеть. Я не буду говорить с тобой ни о чем. Ты чужак. Думаю, ты пытаешься выманить у меня кое-какую информацию. Ты работаешь на стражников. Это лиса Турелиус все время вертится вокруг. Ты можешь забыть об этом. Скажи ему, что у него ничего не выйдет. Хм. Лиса Турелиус. Так, подожди. А где у нас это... Джужо оказался беседовать со мной. Он сказал, что не разговаривать с чужими. Думаю, он имел в виду, что... Я на свободе. Так, что я на свободе. Похоже, единственный способ разговаривать его... Это напасть... Попасть в тюрьму нахер надо, ребята. Не-е-е-е. У меня сейчас хорошие украденные вещи. Сорян, не в этот... Не в этот момент. Так, что у нас еще тут есть? Ага. Прошел штук, что замок боевого рога освобождает бандитов. И его защитник умоляет о помощи. Их команда была убита. Так, что они предлагают замок тому, кто поможет снять осаду. Окей. Ладненько. Давайте сделаем тогда таким образом, ребят. На этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...